История, открытие и современность. Чем заполнился Казанский Федеральный Университет за 217 лет истории? С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днём рождения, родная Альмамата! Какую погоду ждать в выходные и будет ли это зима такой же холодной, как прошлое? Казанский Федеральный Университет В этом году Казанский Федеральный Университет отмечает своё 217-летие. Об истории университета, о становлении великих заслугах смотрите далее. Казанский Университет на сегодняшний день является одним из старейших университетов России. За 217 лет университет прошёл огромную историю. 1804-й император Александр I подписал утвердительную грамоту и устав Казанского университета. 1819-й открытие Антарктиды в ходе первой кругосветной экспедиции. 1829-й неевклидовая геометрия. 1842-й синтез анилина. 1844-й открыт новый химический элемент рутений. 1846-й теория химического строения органических веществ. 1908-й снята первая в России электрокардиограмма. 1918-й образован Казанский государственный университет. 1920-й открытие Александра Вишневского нейрохирургии. 1930-й Александр Арбузов основоположник фосфороорганической химии. 1944-й открытие явления электронного парамагнитного резонанса. 1952-й открытие явления акустического парамагнитного резонанса. 1970-е возведение высотных корпусов университета. 1979-й открытие музея истории Казанского университета. 1980-е завершение строительства КСК «Уникс». 2010-й создание Казанского федерального университета. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли 7 вузов республики. Количество студентов выросло почти в 3 раза. На базе Казанского университета были созданы 4 новых института. Институт фундаментальной медицины и биологии. Институт геологии и нефтегазовых технологий. Инженерный институт. Институт дизайна и пространственных искусств. Подразделения которых вошли 4 новых направления. Казанский университет представлен во всех глобальных рейтингах и является участником большинства мегапроектов, реализуемых в нашей стране. Правительством Российской Федерации в мае 2021 года был объявлен новый конкурс по поддержке программы развития ведущих вузов страны в рамках стратегического академического лидерства, которое получило название «Приоритет 2030». Более 190 университетов подали свои заявки, а все обсуждения, несмотря на большое количество претендентов, проходили очно перед комиссиями, в которых участвовали руководители министерств, промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, а также авторитетные ученые-эксперты. И в этой непростой и конкурентной борьбе программа Казанского университета была признана одной из лучших, что позволило стать первыми в первой группе трека территориального лидерства. И, к слову, единственными в республике. По-прежнему в Казанском университете большое внимание уделяется вопросам интернационализации как важного драйвера развития региона в плане привлечения, социализации и подготовки высококвалифицированных кадров. Казанский университет планирует войти в число лидирующих университетов по работе с талантливыми зарубежными абитуриентами и довести к 2030 году долю иностранных студентов до 30%. Во многом этому будет способствовать и формируемые филиалы Казанского федерального университета в Узбекистане и Кыргызстане, решение об открытии которых было принято в этом году. Отметим, что и сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров находится с рабочим визитом в Киргизской республике в составе официальной делегации Республики Татарстан. ВУЗ обладает одной из старейших обсерваторий Российской Федерации. В этом году загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта исполнилось 120 лет. За это время астрономическая школа университета преодолела большой путь от обычных телескопов до лабораторий спектра РГ. Забота о здоровье сотрудников и студентов на протяжении всей истории университета является одним из главных принципов работы. Университет смог достойно принять и вызов судьбы в виде пандемии COVID-19. По поручению ректора КФУ во время введения общероссийских нерабочих недель в 2020 году студенты, оставшиеся в общежитиях, регулярно получали помощь в виде продуктовых наборов. Казанский университет – первый и единственный из вузов, переформатировавший часть своей больницы под COVID-госпиталь. В сентябре 2020-го университетом были закуплены аппараты ИВЛ. А уже с сентября месяца в палатах заняли первые пациенты. Госпиталь обладает всем необходимым для лечения пациентам с разной степенью поражения легких. Впереди нас ждет еще множество испытаний. Я убежден, что мы также уверенно их с вами преодолеем. Что единственный и уникальный – это наш Казанский федеральный. Это мы говорим всегда и докажем это всему нашему окружению. С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альма-Матер! Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 217-летию Казанского федерального университета, состоится 18 ноября в 18.00 в КСК КФУНИКС. Елизавета Никитина, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие во втором российско-узбекском образовательном форуме в Москве. Мероприятие проходит при поддержке Российского союза ректоров. На форуме встретились более 100 ректоров и представителей ведущих российских и узбекских вузов. В рамках встреч главы университетов обсудили ключевые вопросы российско-узбекского сотрудничества в сфере образования. Зима близко. Казанцы уже успели запоститься в сети фотографий с первым снегом. А как скоро метель превратит в белых ходоков жителей республики, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Аномально жаркое лето заставило россиян с опаской ожидать зимних сюрпризов. В прошлом году морозы доходили до минус 30, и синоптики уже несколько раз меняли прогнозы. 12 ноября по Казани прошла метель, и с тех пор городские пейзажи обрели белые оттенки. С первым обильным снегом появляется новогоднее настроение. Хочется наконец достать лыжи, ледянки и устроить бой снежками. Пока погода стабильна, небольшой минус и редкие кратковременные осадки. А вот когда ожидать первых сугробов, расскажет эксперт Казанского университета. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о том, как же у нас будет ситуация с осадками, важно отметить, что этот месяц вообще достаточно контрастный. Мы вообще в целом за 9 месяцев этого года не добрали по осадкам около 120 мм, что достаточно много, что составляет более 20% от нормы. Температурный фон прогнозируется в пределах нормы, за исключением декабря. Декабрь прогнозируется все-таки ниже нормы. Напомню, что норма декабря в Казани это минус 8,5 градусов. Какая погода будет на этих выходных и ощутят ли ее на себе метеозависимые люди? К выходным на нашу территорию придет циклон и принесет с собой все те прелести, которые присущи циклонической погоде. А это осадки, это облачность сплошная и это повышение температуры. Кроме того, с приходом циклона на нашу территорию понизится атмосферное давление. Как известно, резкие перепады атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Если в ноябре уже было таких три резких относительно изменений давления, то вот к воскресенью у нас давление, с суббота на воскресенье давление изменится на 15 мм ртутного столба. И как известно, метеозависимые люди начинают ощущать на себе перепады уже в 5-6 мм ртутного столба. Температура ночью будет по-прежнему отрицательной, а вот днем она приблизится к нулевой отметке, отмечает Тимур Ауходеев. Снег на дорогах будет подтаивать, а это значит, что пора перебрать гардероб и подготовить к выходу нескользящую обувь. Ариана Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из нашего выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok